Еще 900 миллионов рублей будет направлено на реставрацию здания бывшей фабрики кухни в Самаре. Этих средств хватит, чтобы в полном объеме завершить все работы, обеспечить здание необходимыми технологическими решениями, привести в порядок систему вентиляции, решить вопросы с дренажом, благоустроить и внутреннюю территорию. Депутат Госдумы Александр Хинштейн осмотрел ход реставрации объекта и остался доволен увиденным. На мое счастье и большую радость сегодня у нас по фабрике кухни. Таких-то серьезных проблем нет. Главная сложность, в которой мы утыкались, это недостаточность финансирования. Этих денег хватает для того, чтобы в полном объеме завершить всю реставрацию. Вы видели, что там только одна система вентиляции представляет собой очень сложную такую техническую историю. В Сестринском корпусе Иверского монастыря завершаются отделочные работы. Там восстановлены лепни, на повешены двери. Напомним, ранее отреставрировали другой корпус монастыря – трапезную. В общей сложности из федерального бюджета на эти цели было выделено 84 миллиона рублей в рамках проекта «Историческая память». Мы, конечно же, очень рады, что заканчивается реконструкция первого корпуса, поскольку это улучшает и жилищные условия сестер, и внешний облик монастыря. Поэтому мы только слова благодарности можем сказать. Спасибо, Господи. Новой жизнью скоро заживет и памятник деревянного зодчества, выполненный в стиле эклектика – дом купца Муштакова. Уникальное здание в центре города, украшенное пилястрами, около 30 лет требовало реставрации. Сегодня найден новый путь, новый алгоритм. Здесь после завершения работы уже до конца текущего года появится замечательное новое пространство, заварка, место, где будут завариваться новые идеи, мысли. Здесь будут проходить выставки, различные культурные мероприятия. Здесь всегда можно будет собираться с творческим, креативным людям. Тяжелый объект был, он вообще без коммуникации в данной ситуации. Понимания буквально месяца 4 назад, как это сделать не было, сейчас в полном объеме понимания есть. Прогнозное подключение его к освещению, канализации и водопроводу – первая контрольная точка, первая на 6-е 22-го года. После этого, когда только дом будет подключен к коммуникации, мы рассматриваем вопрос, вот там сквер, 7 соток, его будем ремонтировать. В доме сохранят уникальные печи, правда они будут носить декоративный характер. Задача реставраторов – восстановить здание максимально приближенным к его первоначальному виду. Работы идут в соответствии с планом. Аутентичные элементы, вот вы можете посмотреть, сняли, допустим, башенку, они все в мастерскую реставрационную отводятся. И то, что возможно восстановить, реставрировать, реставрируется, все, что невозможно, оно просто подлежит замене. Работы идут под эгидой президентского фонда поддержки культурных инициатив. Сумма гранта – 20 миллионов рублей. Кроме того, средства выделили региональный и городской бюджеты. Работы на всех объектах планируют завершить до конца года. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. Григорий Плешаков, События.